МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 февраля 2009 года. В 19 часов 55 минут по московскому времени над полуостровом Таймыр произошло первое в истории человечества космическое столкновение. На высоте 789 километров от Земли американский аппарат Иридиум-33 врезался в российский спутник Космос-2251. Удар на орбите был такой силы, что космические аппараты просто рассыпались на куски. Но самое удивительное, найти ответ на вопрос, почему произошло это космическое столкновение, ни российские специалисты, ни сотрудники американского агентства НАСА не смогли. Ведь по всем законам физики этого столкновения никогда не должно было быть. Всего за несколько часов до аварии оба космических аппарата находились на разной орбитальной высоте и должны были пройти мимо друг друга на расстоянии в несколько километров. Но какая-то неизвестная сила словно свела их за считанные минуты и столкнула так, что от них осталось лишь огромное облако из обломков. Но и это не самое удивительное. Самой большой и необъяснимой загадкой стал странный сбой электроники американского космического аппарата. Специалисты из НАСА, заметив опасность, пытались увести свой Иридиум-33 на другую орбиту. Но по каким-то неизвестным причинам он никак не реагировал на команды с Земли. При этом аппарат был исправен. Со спутника продолжала транслироваться на Землю телеметрическая информация, а 330 тысяч клиентов, чья мобильная связь обеспечивалась Иридиумом, не заметили ни одного сбоя до того, как спутник перестал существовать. Неужели все это случайность? Или какая-то неизвестная сила и в самом деле столкнула спутники с легкостью их разбив? Была ли эта неизвестная сила разумной? И если да, то зачем ей понадобилось уничтожать спутники? Многие специалисты уверены, в космосе происходят процессы, которые человек не в состоянии ни понять, ни объяснить. И как только человечество делает очередной шаг за пределы Земли, как только приближается к тайнам неизведанного, какая-то загадочная сила дает о себе знать, словно выставляя некий блокпосты для охраны своих тайн. Эти кадры сняты в октябре 2001 года камерой наружного наблюдения орбитальной станции «Мир». На видеозаписи хорошо видно, как возле космического аппарата появляется странный объект. Посмотрите внимательно. Его форма постоянно меняется. Вот сейчас он похож на два соединенных между собой круга. Причем один из них светится. Второй же напоминает солнечные батареи, такие, которые используются на земных космических кораблях. А вот сейчас посмотрите. Объект быстро вращается и, как кажется, отражает свет от другого модуля этой конструкции. Причем создается иллюзия, что скорость объекта минимум в три раза превосходит скорость движения орбитальной станции «Мир». И это при том, что обычная скорость станции составляет 17,5 километров в секунду. А на этих кадрах видно, как необычный объект удаляется и от космической станции, и от орбиты Земли. Такое странное поведение неизвестного светящегося объекта экипаж тоже заметил. Но понять, что именно он из себя представляет, космонавты не смогли. А может, есть что-то, чего мы не понимаем. Может, какая-то энергетическая субстанция. То есть все эти вещи очень интересны, но плохо документированы, плохо изучены. Так же, как проблема НЛО на Земле. Видеозапись появления неопознанного объекта возле орбитальной станции «Мир» долго была засекречена. Ее обнародовали всего несколько лет назад. У специалистов по космосу это вызвало целый шквал обсуждений и разговоров о том, что подобные неопознанные объекты и загадочные явления в космосе встречаются почти на каждом шагу. Общалась с людьми, которые непосредственно занимаются космосом. И не космосом, как космосом, а летающими объектами. Потому что настолько уже их много появляется. И некоторых космонавтов НЛО сопровождало до самой орбиты. Некоторых появлялось позже. Рассказывал Коваленок, космонавт, что во время полета с ним целые сутки рядом летал какой-то объект, он говорит, наверняка сканировал. Точно это было аномальное явление. Аномальное явление это просто инопланетяне какие-то. Как-то так там. Но это еще не все. Выяснилось, что с подобными происшествиями сталкивались не только российские космонавты, но и американские космические миссии. Я был в открытом космосе. И тут услышал, «О, там какой-то объект. Ты можешь сказать, что там?» Думаю, все мы подумали. Инопланетяне разумны. Мы вернемся назад. Страха не было. Было интересно. Это Баз Олдрин. Второй человек после Нила Армстронга, ступивший на Луну. Олдрин утверждает, впервые с неопознанными космическими объектами он встретился задолго до полета на Луну. Еще в 1966 году. Тогда он совершал выход в открытый космос. И его коллеги увидели рядом с ним какой-то необычный объект. Светящуюся фигуру из двух эллипсов, которая практически мгновенно перемещалась из одной точки пространства в другую. Можно было увидеть, что это нечто меняет очертания. Но как-то странно. Непонятно, во что это превращалось. Да, этот объект был близко. Можно рассмотреть. Но непонятно, что это было. Если бы странный светящийся эллипс видел только один астронавт Баз Олдрин, то все это можно было бы списать на физическую и психологическую перегрузки. Ведь его выходы в открытый космос обычно продолжались по несколько часов. Но светящийся эллипс засекли и диспетчеры командного пункта Земли. Что это было? Что касается каких-то явлений, событий, есть какие-то классические вещи, которые уже изучены, документированы, все-все понятно. А есть вещи, которые мы сомневаемся. Откуда это происходило? Вот НЛО, да? Было, не было. Потому что до сих пор какие-то фиксации есть, разобраться в причинах и четко пощупать не можем. Что видел Баз Олдрин, сотрудники НАСА и еще несколько десятков космонавтов, побывавших на орбите Земли? Американское космическое агентство официально в июле 1966 года признало, объекты, которые видели астронавты, классифицировать невозможно. Их нельзя отнести к разряду объяснимых наукой явлений. Это, скорее всего, НЛО. В том же 1966 году сначала-то были сообщения о том, что находятся неопознанные объекты. Потом это все как-то так заигралось, затушевалось, и перестали об этом говорить. Спустя несколько лет после странного инцидента в 1973 году начальник отдела информации аэрокосмического агентства НАСА Дональд Цистра озвучил шокирующую статистику. 25 астронавтов, участвовавших в лунном проекте Аполлон, не только видели, но и зафиксировали на пленке странные объекты в космическом пространстве. Если вот так посмотреть на те же видеоролики НАСА, которые в свободном, так сказать, обращении есть, то, что мы называем НЛО в космосе, их полно там, их вот летает. Не просто были случаи, а их там полно. Самое удивительное, что все космонавты, побывавшие на орбите Земли, часто рассказывали о странных явлениях, с которыми сталкивались в космосе. Тема плохо и мало изучена, потому что космонавты избегают об этом говорить, иначе наши любимые врачи в белых халатах потом тебя освободят от профессии и дадут отдохнуть. Юрий Гагарин неоднократно рассказывал в своих интервью, что слышал на орбите красивую музыку. Космонавт Александр Волков, трижды побывавший в космосе, говорил о том, что отчетливо слышал лай собаки и детский плач. Значит, что-то происходит в космосе? Они особенно не откровенничают, понимаете? Безусловно, что-то они видят. Не все рассказывают, но они, слава Богу, хоть сейчас стали говорить. Все это можно списать на галлюцинации, которые вполне возможны при столь серьезных психических и физических перегрузках. Но никто из космонавтов назвать это галлюцинациями не соглашается. Ощущения, звуки, картинки были слишком реальны. Абсолютно у всех людей, испытавших подобные ощущения, создавалось впечатление своего полного присутствия в реальности, наполненной этими странными видениями. Более того, некоторым казалось, что их тело трансформируется, изменяется, становится частью этих грез на его. Человек мог войти неожиданно в образ динозавра. Один из них, кто мне рассказывал непосредственно, стал динозавром, условно говоря, мягко съехала крыша, и шел в стаде по каким-то оврагам, видел свои лапы, у него там вздыбились пластинки, орал о стадо, он вместе с ними, в общем, ощущал себя натуральным динозавром. Это меня потрясло до глубины души, длится достаточно долго, субъективно. А если посмотреть по хронометру, по времени, то это было буквально там несколько минут, 3-4-5 минут. При этом фото и видео аппаратура ни разу не зафиксировала то, что видят космонавты. И самое ужасное, почти всегда эта нереальная реальность очень сильно пугала их. И это был не просто страх. Эти ощущения словно въедались в самые глубины подсознания. Забыть эти видения и звуки не удалось никому. Удивительное другое. Врачи, обследовавшие советских космонавтов, пришли к любопытному выводу, что подобные видения на орбите Земли как будто бы передаются вирусно. Совершенно разные люди с разными типами психики, разным характером и жизненным опытом часто видят и слышат в космосе одно и то же. Есть такая гипотеза, что есть универсальное информационное поле, которое находится как бы над Землей. Есть такая вещь завиральная, может кому-то покажется, что можно... Что у нас вообще-то ничего нет. Наш мозг — это все на все приемник и передатчик. А вся информация висит там где-то. И мы только в какой-то момент получаем канал связи. Раз подключился к этому всемирному информационному полю, получил что-то, космонавт физически может окунуться в это буквально и что-то чиркнуть, что-то воспринять. Что это? Космическая аномалия? Или может на человеческий мозг просто влияют космические излучения? А может все это просто неизвестный нам механизм человеческой психики? Ведь о том, как работает подсознание, ученые до сих пор не знают практически ничего. О том, как может измениться я человека при нахождении в космическом пространстве, можно лишь строить догадки. Есть галактические космические лучи, может он чиркнул, попал в условную, и возбудил мозг, вот в этот режим он перешел. А здесь под защитой атмосферы такого не происходит. Может быть еще какие-то факторы, связанные с невесомостью, с каким-то оттоком, притоком крови в голове, что-то еще. Станислав Лем в своем фантастическом романе «Солярис» так описывает некую разумную сущность, которую изучают его герои. Океан – источник электрических магнитных гравитационных импульсов. Некоторые типы его электрических разрядов можно было классифицировать, пользуясь наиболее абстрактными методами земного анализа, известных из того раздела физики, который занимается выяснением взаимосвязи энергии и материи конечных и бесконечных величин, частиц и полей. Если поменять слово «океан» на слово «космос», то мы получим именно такое описание космоса, каким его себе представляет современный человек. Многие исследователи сегодня уже сравнивают космос с разумным океаном Станислава Лема. Этот океан легко оказывает влияние на человека, способен быть разрушительным, а может развиваться сам и помогать развиться другим существам. Но также он может быть и очень агрессивным, как и любое другое высокоразвитое существо. Специалисты уверены, совсем скоро человечество поймет, что космос – живое, а главное – разумное существо. Никто не может сказать, что океан Лема неразумен. Но общаться с ним так, как мы привыкли общаться с так называемыми разумными существами, себе подобными, нельзя принципиально. Другая форма, так сказать, как бы разума. Это просто, ну, литературный, конечно, но очень яркий, отчетливый пример, показатель того, что на самом деле нас может ожидать в космосе. И с чем мы, наверное, уже имеем дело. Как нам договориться с этим космическим вселенским солярисом? Что мы можем делать, что мы не можем делать? Вот как нам понять вообще, что мы вправе, что мы не вправе? Но если действительно есть некий вселенский разум, то может ли он быть за или против вмешательства в свое пространство? Может ли он хоть на что-то влиять? Многие уверены, что такая способность у космоса есть. Современный ученый Хокинг, знаменитый, он считает, что мы не должны питать иллюзии насчет инопланетян. Мы, как слаборазвитая и дурная цивилизация, малообразованная, агрессивная и прочее, если слишком высунемся и прочирикаем, то вот эта кошка, та космическая, более развитая, нас просто увидев, услышит, проглотит и все. И мы даже мякнуть не успеем или чирикнуть, да? Она успеет. Почему? Потому что мы со своим потенциалом, со своими представлениями вот об этом сложном мире можем только спровоцировать какую-то ответную агрессию, подставиться. В качестве доказательства своих слов исследователи приводят множество фактов, когда выяснить причины аварии в космосе не удалось. Например, гибель космической станции «Салют-2». Никто так и не смог объяснить. 18-тонную станцию вывели на орбиту 3 апреля 1973 года. Экипаж должен был прибыть для работы на станции в мае. Но уже через 13 дней на космическом аппарате внезапно без каких-либо явных причин разгерметизировались некоторые отсеки. Совершенно не связанные друг с другом отделения станции вскрылись за несколько часов. При этом все приборы показывали, что нарушений внутри аппарата нет. Получалось, что станцию как будто вскрыли снаружи. Конечно, ситуация была необычная. Там, может быть, что-то случилось. Даже не исключено, что просто аппаратура со временем и или под воздействием каких-то воздействий, излучений, может быть, тот же галактический луч с металлическими, высокоэнергетическими частицами пробил там какую-то микросхему или повредил. По цепочке все это происходило. Вряд ли кто-то с консервным ключом ходил и всковыривал отсеки, условно говоря. Уже через 9 дней на пульт управления полетами перестала поступать телеметрическая информация. То есть корабль был мертв. Превратился в обычный космический мусор, даже не приступив к работе. Спустя еще несколько дней из-за естественного торможения станция упала в океан, недалеко от берегов Австралии. Почему совершенно новый космический аппарат развалился? Причину установить так и не удалось. Из-за малого опыта, малых знаний, а может быть, какого-то там производственного брака, который был пропущен. Вот может быть, такое стечение обстоятельств. В 2009 году случился еще более удивительный случай. Внезапно ожил спутник «Космос-1818». Он был запущен советскими военными для отработки и испытаний новой ядерной энергетической установки «ТАПАС-1». Такой установкой собирались оснащать другие военные космические аппараты. После успешного завершения эксперимента в 1988 году спутник просто висел на орбите на высоте 800 километров и должен был через пару десятилетий сгореть в верхних слоях атмосферы. Но совершенно случайно американские ученые обнаружили вокруг аппарата облако вещества с достаточно большими частицами сферической формы. Эти шарики двигались вокруг спутника со скоростью 15 метров в секунду. Но что за частицы окружали заброшенный советский аппарат? И почему через какое-то время они будто бы растворились? То, что мы знаем о физике, космосе, все это более-менее мы можем себе представлять и рассчитывать что-то в пределах Солнечной системы. Что дальше за Солнечной системой? Там другие законы физики, другие понятия о веществе и как раз о материи, о влиянии вообще среды на нас, на то, что мы там предполагаем строить в космосе. Там все по-другому будет. Некоторые исследователи выдвинули теорию. Таким способом кто-то вел изучение спутника и даже пытался его нейтрализовать. Ведь потенциально спутник опасен. В его корпусе сохранилась ядерная начинка. Вообще, я не сторонник приписывать это каким-то внеземным враждебным силам или высшему разуму, который пытается что-то остановить, направить и так далее. Большинство процессов, вообще так говоря, вполне физичны и неплохо описываются известными методами. Но, может быть, есть нечто такое, что мы не знаем. Если допустить, что эта теория в самом Диверна, то получается, что разумное нечто контролирует деятельность человека в космосе и, более того, препятствует ей. Получается, что некие разумные космические силы почему-то выступают против человеческого вмешательства в космическое пространство. Космический разум пытается ограничить землян. Но почему? Для чего? Почему космос не хочет нас выпускать далеко за пределы Земли? Не захватчиком надо быть в этом мире, а равноправным партнером, уважительно относящимся к окружающему миру. А мы же даже не варвары, мы хуже животных. Животные не так уничтожают друг друга, как мы, изобретая все новые и новые средства смерти. Кто мы? Поэтому нас не пускают никуда. Многие исследователи уверены, никакой речи о разумном космосе идти не может. На самом деле все странности космоса и многие катастрофы случаются, потому что наши соседи по звездному пространству пытаются нас как-то остановить. Да, видимо, есть некий ментальный барьер, когда внеземное мыслящее поле, информационное или какой-то творец таким образом нас уравновешивает, ограничивает. Ребята, пока вы тут не договоритесь, не научитесь вести себя прилично, экологично, вам не светит ничего. Неразумный космос, а вполне конкретные разумные существа не хотят пускать нас во Вселенную. И причина вполне банальная. Они не хотят войны, которую человечество в ближайшие годы способно развязать. Это чтобы... Не то, чтобы обезопасить себя, они значительно мощнее, чем мы. Дело все в том, что мы по своему незнанию, по своему такому залихватскому эгоизму себя можем очень быстро уничтожить, просто не осознавая, то, как ребенок, который пальцы сует в розетку с электричеством. Не секрет, что гонка вооружений продолжается и сейчас. Разница лишь в том, что теперь крупнейшие страны не просто накапливают ядерный потенциал и разрабатывают новые виды наземного оружия. Теперь они создают оружие, способное воевать за пределами нашей Земли. Полно всякого оружия. В том числе, сначала занимались чем? Противоспутниковое оружие. То есть уничтожать какие-то спутники. Помните, это еще было в 70-е годы. Много в открытом виде опубликовано. Конечно, со временем была идея СОИ. Когда в космосе разместить оружие, чтобы можно было давить объекты на Земле, включая высокоаналитические лазеры или стреляют туда ракетами и что угодно. Первыми, кому удалось создать оружие, способное воевать на орбите Земли, были американцы. В 2006 году всему миру они представили летательный аппарат Х-37Б. Конечно, технологии есть. И всегда есть соблазн стать лидером, пытаться быть сильным, диктовать другим волю, особенно когда правил игры-то нет. Ни Китай, ни Россия, ни сами Соединенные Штаты не имеют средств для противодействия вот такому виду оружия. Причин, почему у нас этого нет, очень много. Но прежде всего потому, что этой отраслью военного применения космических аппаратов космосом не занимается в принципе в стране никто. В России сегодня тоже разрабатываются подобные космические аппараты. А значит, холодная война продолжается. Только теперь события разворачиваются за пределами Земли. И сейчас непонятно, что будет происходить дальше. Потому что ряд аспектов международных соглашений не урегулирован. И эта гонка вооружений в космосе может начаться. В том числе с использованием новых технологий. Те же лазерные лучи, какие-то плазмоиды, какие-то опять энергетические оружия совершенно нового принципа действия и так далее, так далее. Все это может быть. Мы тут на Земле плохо договариваемся. Чисто по земным системам. А в космосе, конечно, если открыть этот ящик Пандоры и попытаться там творить все, что хочешь, больше не ограничивая, то, конечно, можно получить массу проблем. Некоторые ученые уверены, через несколько десятилетий многие страны достигнут такого уровня развития, что смогут начать звездные войны. Может быть, наши соседи по космосу пытаются обезопасить космическое пространство от агрессивных землян? Когда профессор Бутусов настаивает на том, чтобы за Солнцем находится такой двойник Земли, Глория, планета, вот, а если мы, значит, соответствующим образом себя безобразничаем на нашей планете, например, там, взрываем ядерные какие-то заряды, планета меняет там вращение, там, орбиту, то это неизбежно отразится на этой Глории. Ну, равновесие изменится в Солнечной системе, и таким образом они пострадают. Поэтому, если предположить, что там живет высокоразвитая цивилизация, нам не дают делать таких вещей, которые бы привели к этому. Сторонники этой теории приводят массу примеров, когда неопознанные летающие объекты спасали нашу планету от ядерной войны. 16 марта 1967 года. Ровно в 4 часа утра с авиабазы «Малмсторм» в штате Монтана, США должны стартовать сразу 10 ракет «Минитмен» с ядерными боеголовками. Цель – Вьетнам. Соединенные Штаты в течение трех лет пытались завершить с успехом наземную военную операцию в Южном Вьетнаме. Спецоперации проваливались одна за другой. Американская армия несла колоссальные потери и стремительно теряла контроль над территорией. Чтобы переломить ход войны, американцы должны были нанести ядерный удар. В час икс межконтинентальные баллистические ракеты с базы «Малмсторм» так и не взлетели. Вся техника разом отказала. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Кто-то просто отключил держатели ракет в шахте. Мы не знаем, что за сила, что за технология могла их дезактивировать, но факт остается фактом. Контакты отключились, они умерли. Что-то их выключило. Уже на следующее утро для расследования инцидента на базу «Малмсторм» прибыла группа экспертов из Пентагона. Они предполагали, что отказ ракет одного типа означает, что при их производстве была допущена серийная ошибка. И ракеты вышли с завода с браком. Но после исследования каждого из 10 зарядов стало очевидно. Ракеты абсолютно исправны. Причину следует искать в другом. Только через неделю расследования точная причина сбоя была установлена. Кто-то отключил пусковой механизм. Но кто это мог сделать на секретном и строго охраняемом объекте? Тем более, что у главных кнопок были лишь представители военного командования. А спуститься в пусковую шахту и вручную вывести из строя механизм просто невозможно. Подробности этого инцидента на базе ВВС «Малмсторм» хранились в условиях строжайшей секретности. Подписку о неразглашении дали все. Не только те, кто был в тот день на дежурстве, но и весь персонал военной базы. Однако спустя 30 лет, когда срок неразглашения истек, военнослужащие 28-й дивизии ВВС США стали давать просто шокирующее интервью. Они рассказывали, высокоточная техника была выведена из строя НЛО. Примерно за час до пуска ракет прямо над базой ВВС появился странный объект сигарообразной формы. От него исходил ярко-красный свет. Объект завис прямо над шахтами с ракетными установками. Провисев в воздухе около 30 минут, НЛО исчез так же внезапно, как и появился. Еще через 15 минут ракеты вышли из строя. Красный светящийся объект завис над крайней правой шахты и я его сам видел. Диспетчер тоже докладывает, мы все видим красный светящийся продолговатый объект. Мы были в шоке. Наши ракеты отключались одна за другой. Сейчас я точно не могу сказать, сколько их было, то ли 16, то ли 18, но все они ломались, как карточный домик. Все рассказы отставных военных можно было бы считать выдумкой. Но за версию инопланетного вмешательства выступили другие рассекреченные военные документы. В конце 90-х годов выяснилось, что в ту же ночь точно такой же НЛО видели и на других соседних авиабазах ВВС США. Так, в 50 километрах на базе «Оскарфлайт» над ракетными шахтами тоже видели красный светящийся объект в форме сигара. И на этой базе ядерные боеголовки, так же, как и на базе «Малмсторм», вышли из строя. Еще 9 ракет отказали на другом полигоне «Экофлайт». И все это случилось в одно и то же время. Между 3 и 5 часами утра 16 марта 1967 года. Объект был в небе, и военнослужащие, бывшие на дежурстве, и все, кто просто не спал в ту ночь, мы все видели НЛО над базой. Он был металлический, продолговатой формы. Неужели то, что на всех военных базах США в один и тот же день отказала вся ядерная техника, простое совпадение? Велика ли вероятность такого стечения обстоятельств? Но большинство исследователей и очевидцев странного происшествия уверены в том, что это результат вмешательства какой-то инопланетной цивилизации. Пришельцы, благодаря какой-то технологии, сумели отключить ядерные боеголовки на трех базах ВВС США. Вполне возможно, этот инцидент ничто иное, как попытка внеземной цивилизации предотвратить ядерную войну. Я считаю, и все мои коллеги уверены, кто бы ни намеревался воспользоваться ядерным оружием, Вашингтон или Москва, пришельцы отправляют на Землю некий сигнал, и это оружие отключается. Нам дают понять, мы играем с огнем, ядерное оружие может уничтожить человеческую расу. Сразу после странного инцидента Пентагон запустил специальную секретную программу ГРОДЖ по розыску и поимке таинственных воздушных объектов. Если верить рассекреченным недавно документам, то именно в 1967 году Соединенные Штаты объявили настоящую охоту за НЛО. Именно с этого года всем американским военным вменялось в обязанности отслеживания всех показаний радаров на предмет появления в воздухе любых подозрительных и неизвестных объектов. Тогда же были созданы специальные группы быстрого реагирования, которые по тревоге вылетали даже при простом подозрении на то, что в небе появился НЛО. Это лейтенант Чарльз Браун. Он был офицером секретной программы ГРОДЖ. Браун утверждает, с 1967 года и до сих пор программа действует. Мы фиксировали объекты, перемещавшиеся на фантастических скоростях, несколько тысяч миль в час. В то время земная техника так летать еще не могла. А наши радары фиксировали это. У нас есть даже снимки. Наш секретный отдел докладывал Вашингтон. Мы засекли организованные полеты целых эскадрильей НЛО. И они появлялись и исчезали когда хотели. Если допустить, что НЛО действительно появлялись на территории США, и при каждом прилете подвергались преследованию, то становится совершенно очевидным. Считать землян дружелюбными они уже не будут. В истории человечества был еще не один удивительный эпизод, когда какая-то неведомая сила не давала землянам вести исследования в дальнем космосе. Более того, земные космические аппараты просто не могли вылететь за пределы Солнечной системы. Человекоподобные какие-то создания тоже являются представителями вот этого внеземного разума, что они так или иначе смахивают на людей, а значит с каких-то может быть других планет. Но если они преодолели пространство между этими планетами нашими, или преодолели какие-то другие иные барьеры, например, частотные, может они из параллельного мира, то они априори значительно мощнее, умнее нас и так сказать точно знают, куда нас не надо пускать. Ну просто, как я уже говорил, чтобы мы сами себе не навредили. Ну и им заодно. 2 марта 1972 года началась запланированная миссия космического аппарата Пионер-10. Его основной задачей был полет к Юпитеру. После ее завершения Пионеру предстояло лететь за пределы Солнечной системы, по-прежнему передавая изображение космоса на Землю. Через 10 лет после запуска специалисты НАСА получили снимки Юпитера. Далее они получали информацию из космического зонда, находящегося в свободном полете. Но как только автоматическая межпланетная станция достигла окраинной Солнечной системы и вылетела за ее пределы, она затормозилась неизвестной силой. Как будто кто-то ее не пускал. Почему же такое случилось? Отчего это произошло? То, что мы знаем о физике, космосе, все это более-менее мы можем себе представлять и рассчитывать что-то в пределах Солнечной системы. Что дальше за Солнечной системой? Там другие законы физики, другие понятия о веществе и как раз о материи, о влиянии вообще среды на нас, на то, что мы предполагаем строить в космосе. Там все по-другому будет. Некоторые ученые пишут о том, что мы будем покорять космос, это только фантастика и очень далекая. Мы можем построить базу на Луне, на Марсе, но Юпитер там еще кое-как изучать, а чуть дальше все. В это трудно поверить, но запущенный через год, 6 апреля 1973 года, спутник Пионер-11 постигла та же участь. Этот американский зонд должен был пройти вблизи Сатурна, передать информацию о планете и затем покинуть Солнечную систему, так же, как и его предшественник. И так же, как и предыдущий Пионер, на границе Солнечной системы аппарат потерял скорость и стал беспорядочно менять траекторию движения. При этом, если Пионер-10 продолжает и сейчас передавать сигналы на Землю, то связь со вторым Пионером прервалась уже в 1995 году. там есть точка невозврата, так называемое понятие горизонта событий, когда объект идет до определенного момента, и он исчезает, и все, никакой информации, больше ничего. Так что же происходит со спутниками? Почему их миссии становятся невыполнимыми на границах уже вполне изученного человеком пространства? Почему они не могут продвинуться в космическом пространстве дальше нашей звездной системы? Космос это территория, в которой начинают основные владения этих разумных сил. Они, конечно, и на Земле действуют, но там, где нас нет, в космосе во всем, может быть, остальном, их, так сказать, епархия, естественно, это и является, это их епархия. Нас туда не пускают. Нас не пускают туда, чтобы мы не безобразничали. Многие в эту версию не верят совсем. Ведь, согласно другому предположению, американские ученые не рассчитали внештатную ситуацию с утечкой газообразного топлива. Оно просто окончилось раньше, чем рассчитывали ученые, и аппаратам стало не хватать мощности для полета. Топливо давно кончилось, по большому счету. Там происходит по инерции движение объекта. Он уже разогнан до мной и летит. В эту версию можно было бы поверить, если бы не одно но. Как объяснить, что все аппараты не могли же оба аппарата сломаться одинаково? Причем практически в одном и том же месте космического пространства. Они сейчас находятся дальше, по-моему, в два с половиной раза, чем от Солнца до Плутона. Они уже далеко так, вроде бы, улетели уж из Солнечной системы. Но тормозиться стали с одной стороны. Чего это они тормозятся? Как в пустом межзвездном пространстве можно тормозить или менять направление полета тела, только воздействием другим каким-то полем или прикладывая усилие какое-то очевидно. В 2010 году появилось еще одно доказательство и версии об инопланетном вмешательстве в деятельность земных космических аппаратов. Тогда ученые испытали настоящий шок. Они решили, что долгожданный ответ от внеземных цивилизаций получен. Связным с пришельцами мог стать американский аппарат Voyager. Он был запущен к Нептуну 5 сентября 1977 года. На его борту была и исследовательская аппаратура и послание для внеземной цивилизации. Ученые надеялись, что зонд, точно так же, как и его предшественники Пионеры, пройдет около планеты, а затем покинет Солнечную систему. Ученые полагали, что есть шанс на то, что Voyager когда-нибудь будет случайно замечен представителями космических рас. Те расшифруют послание на медной пластине, которую несет этот зонд и ответят. Они несли на себе пластинки золотые, на которых был человечек, мужчина и женщина изображен, какие-то там были зашифрованы данные о нашей планете, о устройстве, так сказать, мира, о атомных каких-то устройствах, вещества. Эта пластинка-носитель содержала общие сведения о человеческой цивилизации в виде простейших рисунков и аудиозаписей. Приветствия на 55 языках мира, детский смех, звуки живой природы, классическую музыку. При этом действующий на тот момент американский президент Джимми Картер поучаствовал в записи лично. Он обратился к внеземному разуму с призывом к миру. Есть чисто технический аспект такой прагматичный. Железко на нее нарисовали, куда-то послали, кто-то получит по просчету. Иногда посылаешь на земле письмо, я не уверен, что оно дойдет с нашей почты, а тут послали неизвестно куда. На деревне дедушки это одно классическое, а тут послали во вселенную, во все деревни сразу, неизвестно какой попадет. Чисто в гуманитарном плане. Это очень важно было в первую очередь, что мы как человечество попытались себя позиционировать и кратко формализовать, изложить, вот кто мы, паспорт человека. Более 30 лет Вояджер мерно транслировал простые сигналы, свидетельства нормального функционирования всех систем. Но в 2010 году сигналы Вояджера изменились. Причем теперь расшифровывать информацию от космического путешественника нужно было не инопланетянам, а самим создателям зонда. Сначала связь с зондом внезапно оборвалась. Ученые решили, что спустя 33 года непрерывной работы аппарат просто дал сбой. Но буквально через несколько часов Вояджер ожил и начал транслировать на Землю очень странные сигналы. Гораздо более сложные, чем были до этого. На данный момент сигналы так и не расшифрованы. Обратно к нам поступает сигнал фактически на той же частоте, которые он раньше послал только по-другому. Сигнал другой. Серии сигналов, которые расшифровать невозможно. От первой версии об обычной неисправности пришлось отказаться сразу же. Ведь сигналы представляют собой многоуровневый шифр. Причем скорее всего на совершенно неизвестном языке. Очевидно, что Вояджер не мог перепрограммировать сам себя. Ведь в этом случае он должен был сработать как машина с суперсовременной системой искусственного интеллекта. Но в 77-м году, когда он был создан, таких технологий наука еще не знала. Более того, у зонда просто нет технических возможностей даже для самостоятельной простейшей кодировки отправляемых сигналов. Но то, что находящийся на расстоянии 12 миллиардов километров от земли кусок железа вдруг стал вести себя иначе, это факт. Как это может быть перенастройка? Ее станцию перепрограммировали, когда она летела еще где-то в районе Юпитера, чтобы продлить ее срок существования и так далее. Это можно еще было сделать. А как вот там-то это сделать? И после этого мы еще будем рассуждать, есть ли какие-то разумные силы или нет. Нас даже заворачивают от выхода в межзвездное пространство. Даже туда нам нельзя. Многие ученые сейчас считают, что дело не в топливе, не в неисправностях аппаратов и даже не в НЛО. Просто необычные изменения в движении спутников объясняются воздействием неизученных до конца космических процессов и веществ. Например, темной материи. Также ее называют антиматерией. О ней современным ученым практически ничего не известно. Практически это невозможно изучить, опираясь на науку, которая пока на данный момент существует и на том развитии, на котором она находится. По последним данным, из темной материи состоит 95% Вселенной. Но при этом ученые не знают о ней практически ничего. Есть лишь теория о том, что же это такое и как эта материя могла бы влиять на все остальное. Черная материя является скорее всего виновницей то есть будет ли эта Вселенная, которая реальная для нас существовать в будущем или нет. Благодаря ей мы, к примеру, нам повезло живем на краю галактики, когда в центре галактики происходят катастрофические изменения, поглощения. То есть в центре нашей галактики существует огромная черная дыра, вокруг которой все это закручивается. Пока известно лишь то, что темная материя невидима, не излучает и не поглощает свет. И именно поэтому совершенно непонятно, как же ее изучать. Ведь все космические наблюдения ученые ведут, фиксируя электромагнитные изменения известных им частиц. По сути, используя принцип отраженного сигнала. Но темная материя никак не взаимодействует с электромагнитными возмущениями, что делает невозможным ее наблюдение. ее и просто обнаружить пока не по силам. Именно поэтому частицы темной материи лишь создают в лабораториях на Земле. Недавно были сделаны открытия в области линзирования. И то, что раньше астрономы наблюдали, звезды там все в данный момент начнут видимо пересматривать. Так как мы видим звезду, которая якобы находится в этой точке, там координаты, а на самом деле она может находиться совершенно в другом месте и очень на большом расстоянии. Черная материя искривляет свет, и то, что мы видим, может быть вогнутым. Галактика может быть по-другому изображена на фотографиях. Все за счет сильного влияния черной материи в этом секторе на эту галактику и на свет. Некоторые исследователи считают, что частицы темной материи могут создавать сильнейшие гравитационные эффекты. Но сейчас лишь предпринимаются попытки, чтобы установить, так это или нет. Но если это действительно так, то возможно все сбои, аварии и все остальные странности космоса объясняются только поведением этой совершенно неизученной материи. Доказано, что это скелет Вселенной. Без темной материи не образовалась бы, к примеру, наша галактика, не образовались другие галактики Вселенной, не образовались какие-то там, не знаю, гравитационные аномалии, черные дыры, ну все что угодно, что породило некую какую-то жизнь в виде нас. Черная материя является и прародительницей всей жизни во Вселенной, какая бы она ни была. Может быть, именно это вещество, антиматерия, заставляет сходить с курса космические корабли, не выпускает в космическое пространство зонды, воздействует на психику космонавта. И все предположения о вмешательствах инопланетян, космического разума, любых других сил, всего-навсего досужие вымысла. Но если даже самые достоверные факты о внеземном вмешательстве в дела земные будут окончательно опровергнуты, сможет ли человечество хотя бы приблизиться к разгадкам таинственного, бесконечного, непознанного, открытого космоса? Даже если кто-то или что-то будут не только не мешать, но и помогать. Ведь пока более чем за полвека нам удалось лишь приоткрыть дверь в огромное пространство Вселенной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok